Добрый вечер! 20.03 в Москве. Приветствуем вас в этот теплый летний вечер из студии Финам.ФМ и студии программы Археология. Лето по-настоящему вступило в свои права и, по-моему, уже некоторые мозги начинают размягчаться. Если всерьез воспринимать вот эту вот новость о том, что жгут красные машины, надо как следует подумать об этом. То ли это жара, хотя бы за вчера еще не было жарко, они же начали жить немножко раньше. То ли здесь какой-то политический контекст, то ли вообще исконная склонность России к красному цвету, ведь красный — это базовый цвет России. В общем, есть над чем подумать. А мы сегодня обсудим суд, который 10 июля должно состояться заседание Верховного суда, на котором должно быть принято решение относительно конфликтов с Таврополья. Я напомню, что в конце прошлого, 2012 года, там сложилась коллизия в связи с тем, что директор местной школы в поселке Каратюбе запретил трем девочкам носить хиджаб в школу. Это решение местных властей было обжаловано, и суд местной инстанции сейчас передал это в Верховный суд. Собственно, этот локальный конфликт вырос до федерального масштаба. Если вы помните, Путин отвечал на этот вопрос на прямой линии, он сказал, что он против ношения хиджаба в школах. В общем, здесь очень большая тема, здесь юридическая, моральная, гражданская коллизия, которая только еще, собственно, начинает разворачиваться у нас на глазах. И здесь, собственно, Россия идет по той же колее и наступает на те же грабли, что и практически все западные страны уже на протяжении не первого десятилетия. Так что вот в этот весь путь создания толерантности и создания мультикультурного государства, которое нам еще предстоит пройти. Обсудить сегодня мы пригласили в нашей программе «Археология Форбс» и вместе с моим соведущим Эльмаром Муртазаевым, замглавного редактора «Форбс». Здравствуйте. Обсудить мы это пригласили Ирину Стародубровскую, руководителя направления Института экономической политики имени Гайдара. Здравствуйте. Ну вот у вас была недавно вызвавшая достаточно оживленные комментарии колонка «Форбс» по поводу хиджабов. Ну и вот я хочу с самого начала понять относительно хиджабов, что они вообще означают. Это угнетение, да, вот как мы привыкли думать, там, я не знаю, «женщину Востока», там, «гельчитай, открой личико», или это своего рода манифест для них, заявление о собственной идентичности, в общем, что это, не свобода или свобода хиджаб на их головах? Ну, я сразу хотела бы сказать, что, собственно, колонка была действительно не о хиджабах, а хиджабы были просто поводом для того, чтобы поговорить, в общем, о том, в каком обществе мы живем. Потому что общество, в котором господствует нетерпимость и неприятие всего инакового, не такого, как мы привыкли, это не очень комфортное общество для жизни. И меня, собственно, в первую очередь волнует, что если в таком обществе придется жить нашим детям, в общем, наверное, это не очень приятно. А по поводу хиджабов, вы знаете, я думаю, что это могут быть очень разные вещи. Мы опять пытаемся очень сложную, многогранную проблему свести к какому-то одному линейному знаменателю. Поскольку я занимаюсь и Северным Кавказом, и немножко Татарстаном, мне приходилось довольно много общаться с девушками, с молодыми женщинами в хиджабах. Они очень разные. Некоторые из них действительно очень сильно отделены от того социума, в котором они живут, у них свои интересы, они замкнуты на доме, на своей религиозной общине. Есть совершенно другие, есть очень активные, есть реально пытающиеся встроиться в ту жизнь, которая протекает вокруг них, настроенные на активную карьеру, настроенные на достижения в жизни. Я не думаю, что с этой точки зрения хиджаб можно обозначить как вот некий такой однозначный диагноз. Люди разные, вне зависимости от того, в хиджабе они или без хиджаба. Ну да, и ведь я понимаю, что есть даже такое явление, как исламский феминизм, и там хиджаб — это своего рода проявление вот этой вот какой-то собственной позиции, независимости женщины. Я вспоминаю, вот я не знаю, свои визиты в Турцию, например, я вижу, как многие вполне, так сказать, такие продвинутые, эмансипированные турчатки, они именно носят хиджабы, так сказать, при этом они занимаются бизнесом, выходят на переговоры. То есть для них это некий такой манифест внешнему миру. Да, и это тоже есть. Вот мы занимались исследованиями молодежи, студенческой молодежи в Дагестане, и там было довольно много интервью с девочками в хиджабах. Для части из этих девушек это, в общем, манифест межпоколенческого конфликта. Их не принимают их родственники. Они считают, что это вот чрезмерное проявление религиозности. То есть даже родственники, которые выросли в СССР, они более секулярные, да, и они не готовы принять хиджаб, а для девочки это некое заявление о своей такой позиции. И это тоже есть. Не сказать даже, что они секулярные, они привыкли к тому, что называется традиционный или народный ислам. Ислам, который очень сильно разбавлен местными обычаями, повседневными привычками и так далее. Для части молодых женщин, одевающих хиджаб, это действительно манифест о собственной жизненной позиции. Есть и такое. Да, я просто сталкивался с тем же, с той же проблемой в поездке в Крым. Там есть у старшего поколения такой термин. Называется он «обернулась». Это термин, когда девушка надевает хиджаб. И старшее поколение крайне болезненно воспринимает. Очень много людей среди старшего поколения, выросших в Советском Союзе, крайне болезненно воспринимающих эту тенденцию. И в связи с этим вопрос, Ирина Викторовна. Вот скажите, мы привыкли рассматривать, сейчас все привыкли рассматривать и в СМИ, и в общественном сознании, проблему ислама как некой враждебной силы. Как некой враждебной силы. Понятно, что во многом это связано с проблемой терроризма. С проблемой терроризма не только на Кавказе, но и во многих зарубежных странах. И в этом смысле ровно любые проявления ислама воспринимаются как прямая угроза. Насколько, на ваш взгляд, я с интересом читал вашу колонку, и насколько, на ваш взгляд, сейчас ислам воспринимается в Москве, в России как угроза? Насколько я знаю, вы же проводили исследования восприятия и Кавказа многочисленные. То есть проблема враждебности по отношению к исламу. Ну, таких системных исследований на самом деле мы не проводили, но это, собственно, витает в воздухе. Это действительно так. Но, опять же, во-первых, в проблеме надо разбираться по существу, потому что проблема радикального ислама — это одна проблема. Проблема терроризма — это на самом деле другая проблема. У них есть пересечение, но это только пересечение. Это вовсе не значит, что на тех территориях, где действительно есть серьезные проблемы терроризма, что все террористы — это именно радикальные исламисты, а все люди, придерживающиеся нетрадиционных религиозных взглядов, они все террористы. У нас действительно господствует такое представление, оно достаточно далеко от реальности, и оно тоже очень сильно осложняет выработку здравой политики в этом отношении, потому что когда мы ориентируемся на стереотипы, а не на реальный анализ ситуации, в общем, обычно это не получается. Но если мы с этой точки зрения посмотрим на ту же проблему хиджабов, то что, собственно, меняет то, что мы запретим хиджабы? Что эти... Собственно, может произойти два процесса. Наверное, часть родителей пойдут на то, чтобы снять с девочек хиджабы, но что это изменит в их восприятии жизни, кроме того, что, в общем, они испытают действительно очень серьезный стресс и дискомфорт? Это что, улучшит условия взаимодействия с другими? Конечно, нет. Ну ведь, насколько я понимаю, противники этой идеи хиджаба воспринимают разрешение хиджаба как некую уступку, как некую уступку исламу некоторую, некоторую уступку, и след за ней, по их предположениям, последует следующий, связанный с ограничениями свобод других вересповеданий или просто людей неверующих. Давайте немножко вот все-таки вернемся в ту реальную среду, в которой мы существуем, а не в ту, которая порождается вот всеми этими мифами и страшилками. Мы вообще-то граждане одной страны. В этой одной стране есть разные религии и есть конституция закрепленная, свобода вероисповедания. Вот в этой ситуации совершенно непонятно, почему то, что, собственно, предписано одной из религий, существующей среди граждан этой страны, в общем, должно запрещаться в публичном пространстве. Для меня это непонятно. Я вот внутренне не вижу никакой угрозы в том, как одеваются те или иные люди, кроме того, что просто вот мы действительно очень не толеранты. Мы действительно воспринимаем то, что нам непривычно и чуждо, как враждебно. Но вряд ли это та характеристика общества, которую надо поддерживать и укреплять. По-моему, ничего хорошего она не внесет. Вы не видите особой проблемы некого особого пространства школы в данном случае, как в свое время увидели французы. Вы знаете, вот я еще раз хочу сослаться на наше исследование. Мы не проводили исследование в школах, но мы, например, проводили исследование в Карачаевске, в Карачаевском государственном университете, где часть девушек были одеты светски, а часть девушек были в хиджабах. Точно такая же ситуация. Я, собственно, об этом писала в колонке в Махачкале, в других городах Дагестана. Я не вижу, чем сам этот факт нарушает единое пространство и особость этого пространства. Если это воспринимается как абсолютно нормальное явление, то, собственно, на это перестают обращать внимание через несколько часов после начала общения. Если мы искусственно выдавливаем определенную часть общества вот в некое закрытое, замкнутое пространство, то дальше уже очень сложно будет понять, что там будет расти. На самом деле, с моей точки зрения, вот такое выдавливание в отдельные школы, в какие-то отдельные коммуникационные площадки, не связанные со всеми остальными, скорее повысит угрозу терроризма, чем снизит. Ну да, и здесь я вот с вами соглашусь, в том смысле, ну, скажем, я не знаю, бывают и православные девочки, которые, так сказать, там в платочке тоже ходят, в какой-то, так сказать, православной одежде, обязательно юбка, чтобы ниже колен, чулки там непрозрачные. И, ну что, нам тоже тогда по той же номинации проводить что-то, так сказать, давайте тогда православных девочек или юношей, там, да, с длинными волосами тогда отправим учиться в особые православные школы. Но пока никто не предлагал, почему-то. Ну да, здесь именно потому, что конструируется ислам, как другой, ислам, как некое такое противоречие. Но вот интересно мне все-таки, почему во Франции приняли решение в свое время, если я не ошибаюсь, еще в 89-м году, вот это вот было дело о платках, почему Франция запретила ношение хиджаба в школах? Ну вот вы знаете, на самом деле, ведь, ну, собственно, сейчас весь мир сдает экзамен вот на это сосуществование разных культурных кодов, и нельзя сказать, чтобы было очень много отличников. Для меня одинаково непонятно, как запрет платков во Франции, так и отказ Брюсселя от новогодней елки, потому что это не соответствует традициям мусульман. То есть на самом деле вот эти вот крайности, они, похоже, сейчас и в ту, и в другую сторону, в общем, достаточно распространены в политике, потому что экзамен чересчур новый, шпаргалок нет. И, в общем, вот все как бы ищут правильный ответ, и мне кажется, что здесь действительно каждому надо искать самому, исходя из той внутренней ситуации, которая в стране сложилась. Я бы в этом смысле все-таки ориентировалась на реальный анализ того, что существует у нас, а не на те или другие, так сказать, достаточно фрагментарно взятые примеры из международного опыта. Ну, здесь есть, да, если, как вы говорите, в этой школе есть такие большие отличники, сказанно, скандинавские страны, Норвегия, по-моему, там достаточно либерально относятся законодательства, киджабом и в школах, и в армии, и в любом государственном учреждении. Если это продиктовано религией и культурой, то женщина может носить платок в любой совершенно публичной ситуации. Ну, вот в Стокгольме тоже только что были неприятности. А что там было, я пропустил? Там же тоже были беспорядки в пригородах. Да. Напомним нашим слушателям, что у нас в глазах сегодня Ирина Стародубровская, руководитель научного направления Института экономической политики имени Гайдара. Говорим мы о хиджабах и не только. Говорим мы о том экзамене, который издают разные страны мира, экзамен на толерантность. И я думаю, что в дальнейшем мы поговорим не только об интеграции мусульман, исламского фактора в наше общественное пространство, но и все о тех же самых геях, о различных сексуальных меньшинствах, о всех тех людях, о всех тех группах, которые не вписываются в так называемое традиционное пространство и о нашей способности их интегрировать. Добрый вечер. Программа «Археология». Археология Forbes, как всегда, по понедельникам. Можем ли мы в России, ну и в частности в нашем городе, в Москве ужиться с исламом, с хиджабами, которые носят девочки, которые учатся в наших школах, с мечетью, которая может располагаться у нас в районе и будет призывать нас молитвой первого луча. Можем ли мы интегрировать ислам в наше общественное пространство? Говорим об этом с Ириной Стародубровской, руководителем научного направления Института имени Гайдара. И напомню, что мой соведущий сегодня – это Эльмар Муртазаев. Телефон наш студийный. 65 10 99 и 6. Код Москвы 495. Можем ли мы ужиться с исламом? Михаил на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. На самом деле проблема не в исламе как такову, а проблема в том, что вообще на самом деле у нас есть очень много разных религиозных, религиозных, идейных, как бы, течений, которые привносят, ну, на самом деле привносят лишь в головы, ну, разные идеи, да? Не обязательно согласованные, не обязательно согласующиеся с другими идейными течениями, которые одновременно существуют в обществе, да? Да. И, соответственно, идеи, которые есть, например, в исламе, плохо соотносятся с идеями, которые есть, например, в гомосексуализме, да? Да, идеи, которые есть в христианстве, местами плохо согласуются с идеями, которые есть в иудаизме. Ну, естественно, Михаил, но мы живем в плюралистическом мире, пусть расцветают сто цветов, не так ли? Проблема в том, что они противоречат. И проблема в том, что зачастую они приводят к тому, эти самые противоречия, вот они есть в этих потоках и в этих идейных потоках, есть противоречия, которые приводят к тому, что люди начинают истреблять друг друга по этим самым идейным соображениям. Ну, хорошо, Михаил, это понятно. А какие у вас к этому есть рецепты? Как-то мы сказали, что не только идейный поток правовой от государства должен корректировать себя таким образом, чтобы вся эта система не уничтожала друг друга, да? Ну, и сами по себе источники идейных потоков другие, отличные от государства, тоже должны осознать, что вообще правила свои надо менять. Да? Михаил, да. Ваша... Ваша... Ваша шариат не применим, и не стоит пытаться строить везде шариат. Да? Понятно, Михаил, спасибо. Вот мне интересно, что Ирина ответит на вот это вот, что должны вот эти вот сообщества менять свои правила. Вот на самом деле, я думаю, что то, что действительно существуют такие противоречия, это очевидно. Вот, собственно, развилки начинаются тогда, когда мы говорим о том, что с этим делать. Вот когда действительно враг не сдается, его уничтожают, и когда любой другой воспринимается как враг. Это один вариант поведения в обществе. И, к сожалению, в нашем обществе такие представления достаточно, в общем, широко развиваются. Другой вариант. Когда мы признаем, что есть другие, что они противоречат тем представлениям, которые есть у нас, но при этом мы считаем, что другие представления имеют право на существование, и мы ищем какие-то точки соприкосновения. Нет, для этого есть правовое государство, есть конституция, есть права людей. Так сказать, вот в рамках вот этой правовой конституционной рамки мы можем как угодно проводить наши собственные идеи до тех пор, пока они не нарушают вот этот вот заведенный конституционный порядок. Я думаю, что, да, конституция тут, безусловно, очень важна, и вот про эти права, опять же, в последнее время, к сожалению, достаточно часто забывают. Но здесь еще и очень важна психология общества. Потому что если люди признают право другого, инакого, непохожего на нас, и даже противоречащего нашим представлениям, его право на существование, это один вариант. Другой вариант, когда это право на существование не признается. Ну да, но кто, собственно, не признает, только если какой-то есть, я не знаю, радикальный ислам, который стремится к, я не знаю, к всеобщему, к всеобщей исламизации, да, или какое-то радикальное христианство, которое стремится к обращению... По-моему, все те религии, которые представлены сейчас, не одна же она... Мы говорим о радикалах, но они о мейнстриме какого-то религии. А я сейчас, собственно, говорю не о религиях. Я сейчас говорю о представлениях о жизни обычного человека. Вот я вам скажу честно, для меня было некоторым шоком то, что идея запрета хиджабов, ношения хиджабов в школе, в общем, поддержала часть моих знакомых. Они в этом не увидели, так сказать, ничего неправильного, ничего противоречащего каким-то базовым представлениям о сосуществовании людей. Ну да, здесь как-то, понимаете, вступает в конфликт, мне кажется, культурная норма, которая у нас десятилетиями воспитывалась. И вот этот вот императив плюрализма и нового непонятного мира, который ко всем к нам прилетел. Вот, и как с этим справляться? Ну, признаюсь, я тоже, когда я вижу, скажем, женщин в магазине, идущих там в хиджабах, девочек из школы, идущих в хиджабах, мне это непривычно. А привычная стрельба на свадьбе в Москве? Нет, мне это тоже непривычная стрельба. И когда я, скажем, если у меня под окном построят мечеть, и она будет в 5 утра призывать к молитве первого луча, мне это тоже будет непривычно. Вопрос то, что с этим моим чувством делать? Вот, скажем, понимаете, стрельба на улицах, это вступает в противоречие просто с нормальными правовыми принципами, да, законы и правопорядка на улицах. Но, скажем, когда я встречаю женщин в хиджабах, да, мне это... Ну, просто надо к этому отнестись, а почему бы, скажем, мы не представим, что не в Москве, а в Иерусалиме, где живут разные религии? Или в любом мультиконфессиональном городе? А когда у вас колокола в воскресенье в церкви, в соседней церкви, будет раньше, чем вы предполагали, вас это никак не раздражает? Да, я, кстати, часто, 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 часто это говорю, да, или, скажем, там, ну да, пасхальная-пасхальная служба, кто-то спать хочет, а там колокола всю ночь трезвонят. Ответ в таком случае, как правило, очень простой. Понаехали тут, здесь так было принято, вы приехали с другими правилами, вы приезжие. А вы это кто? Это граждане той страны, которая называется Россия? Противоречие именно в этом. И часто противоречие здесь, к примеру, московский, там, можно назвать, обыватель. Право сторожило, так скажем. Да, 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 здесь было принято так, здесь есть такая норма, проговоренная или не проговоренная, вы со своими правилами и вы со своими религиозными правилами, там, какими-то другими, нарушаете нашу норму. Это самый частый, кстати, Эльмер прав, самый частый аргумент со своим уставом в чужой монастырь. Такое ощущение, что вот у нас монастырь, и вот они с этим уставом в наш монастырь лезут. Хотя это, мне кажется, один из рецидивов такого глубокого крестьянского патриархального сознания. Безусловно, безусловно, мы не доросли до нации. Мы, собственно, вот еще живем национальностями, этносами, конфессиями и так далее. До гражданской нации, так скажем, не доросли. Но вопрос в том, какую позицию, собственно, в этой ситуации должно занимать государство. Оно должно поддерживать подобного рода представление, или оно должно каким-то образом противопоставлять им именно философию гражданской нации. И вот здесь, мне кажется, реальная дилемма. То, что люди так воспринимают, я согласна. Ну, давайте послушаем, как люди воспринимают, как вы воспринимаете проживание рядом с исламом, с хиджабами, с мечетями, с Курбан-Байрамом, с забоем баранов на московских улицах. 65, 10, 99 и 6. Алексей на линии. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот вы знаете, я совершенно не против мирного существования с бутульманами. И я не против, если вот мои дети, например, будут обучаться, ну, мои дети, которые воспитываются, ну, в традиционной крестьянской православной семье, будут вместе обучаться с детьми, исповедующими ислам, носящими хиджаб. Но, вы знаете, мне кажется, что если вот так просто взять и разрешить, вот так спокойно, просто, не торгуясь, разрешить людям, исповедующим ислам, носить в школах хиджабы, они тогда могут очень быстро, например, попросить, ведь, как известно в исламе, пять раз в день совершается намаз. Они могут совершенно спокойно попросить во время урока разрешить детям совершать вот этот намаз. Я представляю себе, если в светской школе, например, родители обратятся к директору, чтобы разрешить там православным молитвы перед началом или там после окончания урока читать. Алексей, а вы именно против намаза или вы вообще против того, чтобы прерывались занятия по какому бы то ни было религиозному нужде? Ну, конечно, у нас же светская школа. Ну да, то есть вот здесь очень важно, что вы против любых и молитвы, хотя у вас семья, вы говорите, православная, вы против того, чтобы прерывалась. Вот, понятно, спасибо, спасибо. Александр на линии. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, в принципе, вот если отвечать на мой вопрос, который вы задали, как к этому относиться, конечно, можно относиться отрицательно, можно не отрицательно, но, в принципе, учитывая тенденцию в последнем, в том числе, демографическом развитии, и от этого никуда не уйти. Да. В принципе, это все будет развиваться, развиваться, развиваться. Это первый момент. Второй момент, в принципе, если посмотреть на нашу политику государства, она же сейчас как раз строится вот на взращивании так называемых духовных скверх. То есть, когда с одной стороны вот всячески продвигается православие, 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 разумеется, в ответ автоматически будет продвигаться ислам. Потому что вот так не бывает, что вот одним, что называется, можно, а другим нельзя. Тем более, у нас очень много регионов, в которых вот именно ислам говорит традиционные религии, которые, собственно говоря, пользуются вот этой самой «вольницей», в кавычках. Она начинает, собственно говоря, эту культуру пестовать и расти. Согласен с вами. Кстати, вот напомню, что вы помните, прошлым летом, по-моему, был исламский адвокат, не помню, к сожалению, его имени, который призывал вести законы шариата. Вот такое провокационное заявление было. И вы знаете, кто одним из первых его поддержал? Одним из первых Чаплин, отец Севол Чаплин. Поддержал, тогда сказал, что да, вот традиционная религия, традиционные понятия. Вот это вот неожиданное смыкание исламского и православного фундаментализма, оно меня тогда очень впечатлило. Ну, мне кажется, в принципе, в любом случае фундаментализм, он во многих своих основах единый. Поэтому он очень хорошо друг друга понимает. Но, с другой стороны, все это влечет, возможно, в любом случае противостояния. Потому что, когда, скажем так, навязывается одна религия как единственная и правильная, в любом случае ведет отрицание других религий. Потому что любая настройка гражданская должна строиться на каком-то основном, пускай идеологическом или каком-то практическом направленном фундаменте. Потому что на одних законах, на одной конституции, в принципе, существовать нельзя. Потому что он не мог, так иначе, регулировать все возможные сферы жизни, в том числе бытовой. Ну, Александр, вот тут я с вами очень сильно хотел бы поспорить. Значит, нельзя жить на одной конституции. Ну, все, конституция — это гигантская рамка. Но в этой рамке должны вписываться все наши бытовые обычаи, ритуалы, и исламские, и православные, и прочее. В рамках обеспечения права на жизнь, собственность. Она слишком абстрактная, и, собственно говоря, толкуется нам и в одну, и в другую сторону. Вот опять же, взять теперьшнюю практику. Конечно, можно понимать, что эта конституция во многом подменяется и отрицается, но все равно многие вещи допускаются именно в том же сентябре, за счет верующей, именно со ссылкой на конституцию. Николько не мешает ни в ответ, ни в государстве, ничего. Ну, понятно. Ясно. Спасибо, Александр. Гасан у нас на линии. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вот хотел бы поднять такую тему. Допустим, сейчас хотят ввести запрет на ношение хиджаба в школах. Но все говорят о том, что это родители девушек обязывают надевать хиджаб и идти в школу. И просят родители своих детей, чтобы они сняли хиджаб. Ну, это немножко неправильно, потому что девушки, которые носят хиджаб, они носят это по своему собственному желанию. Потому что спросите у любой девушки, которая носит хиджаб, как она себя чувствует, когда она снимает этот хиджаб при посторонних людях. Она чувствует себя голой. И как бы заставлять детей снимать хиджаб, потому что это вот запрещено в школах, так нельзя ходить. Но это все равно, что как бы не позволять детям одевать одежду и приходить в школу голыми. Ну, как бы вот такой... Ну да, это с точки... А у вас есть дети? У вас не мусульманская семья? Нет, вы знаете, у меня сестра. У меня сестра. Значит, мы родились в мусульманской семье. У нас отец мусульманин, мама русская. Вот. И мы жили, то есть вот мы учились в Москве. Она на пять лет меня младше. И когда она приняла решение, что она хочет носить хиджаб, это она сделала где-то в классе седьмом, в восьмом. То есть отец у нас не радикальный такой ислам. Да. То есть никто никого не заставляет ничего делать. То есть у меня, если отец, он читает намаз, сестра читает намаз, то ну как бы я к этому еще не пришел. И у нас нет такого, что вот ты это должен делать, это вот так надо. Такого нет. И сестра, одев хиджаб, как бы она осталась такой же вот девочкой, которая, допустим, буквально в прошлом классе, допустим, год назад ходила с распущенными волосами. А как отнеслись к этому в школе и у одноклассницы, учителя? Ну, знаете, не могу ничего сказать по этому поводу. Были проблемы, не были проблемы. Тут такой двоякий вопрос, на каком фоне могли быть проблемы. То ли из-за того, что она надела хиджаб, либо из-за того, что он там сама где-то уроки не доучивает. Но родители, она очень сильно попросила родителей, чтобы она переехала жить в Баку. Потому что мой отец, он из Азербайджана, и в Баку она бывает буквально каждый год. Едет ей, она нравится, она чувствует себя там своей. Ну, ясно. Ну, в общем, да. Чтобы ее туда отправили, как бы, и там она жила, все-все прекрасно, все хорошо. Ну, в общем, она в Москве, она какой-то, да, приезжая в Москву. Она носит хиджаб, то есть все-все-все. Понятно. Спасибо, спасибо, Гасан. Очень интересно, из первых рук. И давайте еще до перерыва возьмем звонок. Магомед у нас на линии. Ой, Магомед, вы знаете, очень-очень плохо вас слышно. И хотелось бы вас послушать, то, что вы говорите о православии. Давайте вы нам попробуйте перезвонить. Мы сейчас уйдем на перерыв, наверное, через минутки-полторы. Так что после перерыва дозвоните нам обязательно. И вот я увижу, когда вас выведут на линию. Я обещаю, что я приму ваш звонок. Спасибо. Ну, да, вот возвращаясь к тому, что Ирина говорила. Здесь, так сказать, вот то, что Гасан рассказывал, да, что хиджаб это был выбором этой девочки. Это никакой не диктат родителей. А вот, кстати, вот сравнивая ваши поездки на Кавказ, там это вот Кабардино-Балкария, Дагестан, там это также проблематично? Или это там это гораздо все естественнее решается? Ну, вот я говорила, что для девушек в том же Дагестане это очень часто манифестация собственной позиции, когда родственники их могут, собственно, и не понимать. В других республиках, в общем, бывает, что родители не разрешают, потому что боятся. Ну, мы должны понимать, что, в общем, там ситуация такая, что очень часто люди боятся, что против тех, кто ходит в мечеть, просто могут быть репрессии. Такие примеры есть. Таких примеров, в общем, немало, к сожалению. И родители очень часто просто сильно боятся за детей. Ну да, этого в Москве совершенно нет. Это именно, так сказать, в рамках борьбы с экстремизмом там, на Северном Кавказе. Ну, на самом деле и в Питере, и в Москве, в общем, это уже немножко начинается. Собственно, вот мы знаем, что были случаи, когда и в молельные дома врывались. Но, конечно, на Кавказе это гораздо более серьезно. Напомню, что говорим мы с Алимаром Муртазаевым сегодня, с Ириной Стародубровской, руководителем научного направления Института имени Гайдара. И говорим мы о толерантности в нашем обществе, о том, готовы ли мы жить рядом со славом, рядом с мусульманами. Принимать у себя под окнами мечети и, так сказать, видеть девушек-хиджабов в наших школах. Телефон наш, студийный 651099,6. Сейчас будет такой средней длительности перерыв на рекламу, после которого мы вернемся и обязательно примем ваши звонки. И снова добрый вечер, программа «Археология». Обсуждаем сегодня хиджабы и, более того, толерантность в нашем обществе. Готовы ли мы жить рядом с другими религиями, с другими нациями? Готовы ли мы признавать их обычаи? Готовы ли мы видеть мечети у себя под окнами, хиджабы в наших школах? Или, вот скажем, недавний случай, несколько раз, да, в том году это была стрельба на дагестанских свадьбах. Да, вот мы здесь сейчас, пока шла эта длинная реклама, горячо обсуждали. А может быть, ввести какие-то особые региональные нормативные акты, которые, скажем, в каких-то регионах разрешат хиджабы, в каких-то, скажем, в Дагестане разрешат стрельбу на свадьбах, что будет принято как некий праздничный салют, праздничный ритуал. А в Москве это будет запрещено. Так что, может быть, вот как вы считаете, Ирина? Ну вот я боюсь, что если пойти по этому пути, то следующий шаг будет, что в Екатеринбурге нельзя хиджабы, а в Дагестане все должны ходить в хиджабах. Потому что на самом деле логика-то одна и та же. В Екатеринбурге большинство не относится к мусульманам, соответственно, должны быть приняты светские нормы. В Дагестане большинство мусульмане, ну тогда уж, извините, ходите в хиджабах все. Вот у меня ощущение, что это шаг по очень неправильному пути. Региональная геттоизация такие, да? Мусульманские, православные регионы. Опять, мы гражданская нация или мы набор разнокачественных субъектов? Если мы гражданская нация, то мы, собственно, должны принимать правила, характерные для гражданской нации. Согласен абсолютно с вами. 65, 10, 99 и 6. Можем ли мы ужиться с другим, чужим по отношению к традиционной культуре? Можем ли мы ужиться с исламом и востоком в середине наших городов? Петр на линии. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот я хотел бы такой пример привести. У нас компания, которая занимается строительством некоторых объектов. И как строитель, так и инженерно-технический персонал. Есть представители разных конфессий, да? И на уровне компании есть свод правил, да? При которых вот обслуживающий персонал, да? И помещение, которое строится для обслуживающего персонала, там обязательно при каких-то процентах мусульман строите эти здания с молельными комнатами. Ну, к сожалению, у нас сейчас в компании нет такого процента, да? Там мусульман. Я сам, в общем-то, как православный говорю, что здесь никогда не наблюдал какой-то зависимости от... То есть если человек ведет бизнес, и он находится на территории какой-то другой страны, да? Но он может какой угодно конфессии вообще принадлежать, да? Лишь бы бизнес в данном случае, ну, велся по тем международным правилам, да? Которые, в общем-то, всех касаются. Вот это моя некоторая такая точка зрения. И вот элемент культуры, да? И толерантность вот именно на основе компании закреплены правила, в которых это поддерживает. Ну, да, мультикультурность. Ну, да, мне кажется, до тех пор, пока это не нарушает какие-то уже конституционные установления или правопорядок, да? Не культурный порядок какой-то территории, а правопорядок. То есть вот эта стрельба на улицах, к примеру. Хотя это к исламу вообще никакого отношения не имеет. Вот, до тех пор все это безумно интересно. И вопрос в том, как ты на это смотришь. Опять-таки я скажу, что, ну, хорошо, Москве не обязательно превращаться в Иерусалим, где живут четыре религии рядом. Ну, так сказать, или там Сингапур, где тоже такая, да, родная различная. Но есть невероятно интересные многокультурные города. Те же европейские города, которые мы ездим, не говоря уже о Нью-Йорке. Вот, где будет и мечеть рядом, и храмы, и синагога. И все это будет в таком большом мультикультурном котле, в этом замесе. Игорь на линии. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Игорь, вы абсолютно правы. Значит, что касается меня, мое мнение такое. Если вы не знаете, как нужно поступить, то поступайте по закону. Насколько я знаю, наше государство, это все-таки светское государство. А школа, школа, это, собственно, государственное учреждение. И поэтому вопрос как бы сам по себе решается. Если это государственное учреждение, то оно должно придерживаться тех порядков, которые соответствуют светскому учреждению. Ну, подождите, Игорь, но все-таки девочки в хиджабе, она же не навязывает никаких, она не требует, чтобы учительница носила хиджаб. Это для нее само выражение. Я не знаю ни одной опции в гражданском кодексе, где был запрещался хиджаб. Не в гражданском кодексе, в законе это не прописано. Подождите, у нас церковь, насколько я знаю, любая религия отделена от государства. Хиджаб и религия это разные вещи. Школа, это все-таки государственное учреждение, а пиджаб это все-таки некий, так сказать, атрибут культа. Ну, а смотрите, еврейский мальчик. Давайте мой сын принесет тогда в школу икону, повесит на себя крест, увесит. А вот это, кстати, очень интересно, а если крест, а если крест, крест как бы, ну, смотрите, да, расстегнута, там у мальчика широко расстегнута рубаха, а там здоровый крест на груди. Вот как с этим? Тоже это неправильно. Тоже считаете неправильно? Это тоже кого-то будет оскорблять, обижать. А мальчики евреи, которые в Кипу на голову надел. Это тоже самое, поэтому все решение проблемы было бы сведено к введению универсированной формы. И, пожалуйста, приходите в школу в форме. Это, в конце концов, укрепляет, так сказать, и коллективный дух. А вне школы, пожалуйста, хотите в чем хотите. Хотите в Кипах, хотите в пиджабах, хотите в паранже, хотите как хотите. Понятно. Спасибо, спасибо, Игорь. Вот такой вот, так сказать, жесткий, по-моему, это называется лоицизм. Вот то, что во Франции очень, так сказать, прописано сильно. То есть светское, значит, светское. Вот вы знаете, я бы хотела вмешаться в дискуссию, потому что, ну, во-первых, у нас одновременно в Конституции закреплен светский характер государства и свобода вероисповедания. И, в общем, как мы трактуем сочетание этих двух принципов, это, в общем, действительно вопрос до конца не ясный. Но я хочу обратить внимание на другое. Вы знаете, вот когда мы делаем детей заложниками наших фобий, наших страхов и наших мифов, чем бы мы не прикрывались. В общем, мне кажется, что это неправильно. Я думаю, что очень многие люди, во всяком случае, вот те люди, с которыми я обсуждала эту проблему и кто, собственно, выступал за запрет хиджабов, не понимают, что для человека, выросшего в мусульманских традициях, для девушки снять хиджаб – это огромный грех. То есть мы ломаем детскую психику. Это не тот вариант, что вот вы хотите – приходите, хотите – не приходите. Мы, в общем, ломаем детей. Вот мне очень сложно понять, какие такие общие великие принципы… Нарушают. Позволяют идти на такие жертвы. Да, действительно, интересно. Хиджабы в этом смысле, по-моему, действительно, это не то, что какая-то, вот я тоже пытаюсь понять, это не то, что какая-то мусульманская проповедь, это не то, что обязательный, там, я не знаю, час религии, не то, что там мула пришел в класс и там занимается празилитизмом. Это просто имеет отношение к свободе личности, к самовыражению личности, к самоощущению личности в мире. Это действительно как крестик на груди, который, так сказать, кто-то расстегнул, но видно крест на груди. А у кого-то, знаете, там татуировка креста есть, ну и что? Вот, так что мне кажется, здесь очень большой резерв какой-то нашей толерантности должен быть. И вот на самом деле мне кажется, что здесь еще проблема просто нашего незнания. Потому что вот мне говорили, ну мы же свинину их есть не заставляем, мы всего-навсего говорим, чтобы сняли хиджаб. То есть люди не понимают, что, в общем, и то, и другое воспринимается как очень серьезный грех, да? 65, 10, 99 и 6. Как нам жить рядом с исламом? Где нам найти ресурсы толерантности? Хиджабы, курбан-байрам, мечети, минореты у нас под окнами. Как мы дальше будем жить бок о бок? Игорь на линии. Добрый день, добрый вечер. Добрый вечер, да. У меня есть, ну такая простая, на мой взгляд, мысль. Дело в том, что нетерпимость религиозной атрибутики различного рода связана, в первую очередь, с тем, что ассоциативно мы ислам ассоциируем с опасностью. В принципе, все наше общество. Я думаю, что это будет первая ассоциация, которая родится в головах, ну, 9 из 10 человек. Ну да, сегодня она в хиджабе, а завтра с поясом шахида. Вот всегда. Совершенно верно. Вы знаете, я очень часто был в азиатских странах, и там огромное количество детей ходит в буддийской, ну, в буддийской различной символике. И это ни у кого не вызывает никакого неприятия. Это абсолютно приятно, как бы, воспринимается и воспринимается всеми, в том числе, как бы, и туристами, и местными жителями. И вопроса толерантности как такого не возникает, в принципе. Да. Так что я думаю, что если бы наше государство выполняло как следует свои задачи и обеспечило безопасность гражданам, тогда таких вопросов просто бы не возникало. Согласен, Игорь. Ну да, Ирина, да, здесь ведь, наверное, такой общий наш архетипический страх перед исламом. Вот мне кажется, такой же был страх перед евреем, конечно, 19-го, начало 20-го века, да, когда что вот они евреи, вот они, так сказать, пьют хровь христианских младенцев, вот они банкиры, они, так сказать, мечтают, как порезать и так далее. Ну, в общем, да, и на самом деле, вот когда общество переживает вот какие-то сломы, какие-то кризисы, всегда очень хочется найти врага, на которого переложить ответственность за то, что происходит. Да, вы правы, и всем известно, какую чудовищную роль в этом смысле сыграл антисемитизм в истории 20-го века. Но вот я хочу обратить внимание на то, что, к сожалению, когда начинается подобный поиск врагов, он может начинаться с кого угодно, с евреев, с кавказцев, он всегда заканчивается интеллигентами в очках, поскольку даже в этой аудитории достаточно много интеллигентов в очках. Мы все понимаем, что подобного рода нетерпимость, она в любом случае приводит к деградации общества. Она возвращается бумерангом очень часто, да, по тому, кто ее проявляет. 65, 10, 99 и 6. Павел на линии. Здравствуйте. Добрый вечер. Радио, пожалуйста, там выключите в бэкграунде все. Да, конечно. Здравствуйте. Вы, конечно, очень такую острую тему обозначили, но позвольте мне задать один вопрос. Вот вы говорите про светкость, да? Светкость предполагает определенное равенство в правах, да? И вот скажите мне, пожалуйста, вот вы понимаете разницу между суннитами и шиитами, например? Вот вы рассуждаете о мусульманах, вы понимаете эту разницу или нет? Ну, в общем, да. В общем, да. Да, конечно. Это концепция, которая, к сожалению, в исламе присутствует, да, и это никуда не деть, да? То есть вы имеете в виду, что вот это вот прописано, да, вот этого джихада, да, ум или ислам, там? Нет, ну давайте не мешать сейчас вот джихады, вот это вот все, не будем мешать сыпать терминами, в которых вы вполне возможно не очень сильно разбираетесь. Ну, я хотел бы обозначить про свою мысль в следующем разом, что, грубо говоря, у нас, конечно, тоже сейчас есть определенные религиозные веяния, не буду переходить там на частности, но просто в исламе и в той части ислама, которая относится к Суфуницкой, да, Ветве, которая как раз относится к Чечне, Дагестану и так далее, да, значит, там есть некая изначальная непримиримость, примиримость, нетерпимость. Нетерпимость к миру, в общем, и что с ней делать? Да, да, и вы понимаете, и вот здесь вот возникает следующий вопрос, который очень... Павел, вопрос и уже, да, коротко вопрос. Вопрос заключается в следующем, если, так сказать, вот эта часть Суницкая, мусульман, заставляет, это реальная история, с прошлого года Курбан-Байран в Москве снимать, прошу прощения, москвичей коренных область, область, чтобы они прошли по собственной московской улице во время Курбан-Байрама, так вот скажите мне, пожалуйста, какую толерантность... Как толерантность? Понятно, Павел, спасибо. Какую толерантность ждать от местного населения? Можно ответить, да? Да, Ирина. Ну, я, во-первых, хотела бы сказать, что все-таки в Дагестане есть не только суниты, но и шииты. Во-вторых, что сунитское направление ислама делится на очень много самых разных ветвей с очень разными взглядами. И на самом деле, те люди, которых мы пытаемся относить к радикалам, их взгляды тоже очень разные. И у них очень разные взгляды на халифаты, на то, когда и каким образом он должен быть установлен. У них очень разные взгляды на джихад и так далее. Да, действительно, есть непримиримое вооруженное направление, которое, собственно, и является частью террористического движения. И абсорбируют и шиитов, и сунитов. Да, да. Но это только одно из направлений радикалов. Ну, естественно, это одна часть. То есть то же самое, вы знаете, фактически есть православный фундаментализм. Ходят такие, знаете, крепкие молодые люди в черных кожаных куртках, на которых написано «Ортодоксия от Анатос», да, там «Православие или смерть». И как мне этих молодых людей понимать? И вот эти призывы, скажем, находить геев, казаки их будут ловить, а потом их будут где-то наказывать нагайками на площадях, тоже во имя православной религии. Так что вот этот фундаментализм, прикрываясь им, мне кажется, мы должны не конструировать образ другого, основываясь на вот этих вот радикальных проявлениях. Хотя, конечно, вот то, что с Курбан-Байраном, я сейчас даже говорю, дело не в том, что обувь снимать, чтобы где-то пройти, а вот этот вот массовый забой животных. Но это, мне кажется, уже к вопросу о том, что это нарушает рамки правового поля. Я думаю, что такие вещи просто надо решать в переговорах. Надо четко понимать, что есть действительно общие правовые рамки, и что они должны соблюдаться, и нужно договариваться с общинами, каким образом может проходить праздник так, чтобы эти рамки не нарушать. Виктор. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Один вопрос. Вот вы говорите сейчас о том, что запрет ношения хиджаба может каким-то образом нарушить права личного выбора девочек, которые решили прийти в школу. Да. А как вы считаете, если большинство в классе будут находиться в хиджабах, не будет ли нарушением каких-то личностных восприятий мира наличие в этом же классе девочек без хиджаба? Понятно. Спасибо, Виктор. Вот такой вопрос. Нет, считаю, что не будет. Потому что, собственно, тот базовый принцип, который выражается в личном выборе носить хиджаб или не носить хиджаб, как раз есть свобода выбора каждого и толерантное отношение к этой свободе. Я думаю, что да. Мы рано или поздно придем к такой ситуации, когда, да, какие-то дети русские будут сидеть в классе, и большая часть девочек в этих классах будет носить хиджаб. И да, мы можем оказаться в каком-то, так сказать, районе Москвы, где вокруг нас будет больше людей мусульмана, нежели людей русских. Это совершенно нормально, это совершенно неизбежно. Еще раз повторю, мне кажется, очень важно, чтобы мы при этом оставались в правовом конституционном поле. Да, вот как говорит наш гость сегодняшний, напомню, это Ирина Стародубровская, руководитель научного направления Института экономической политики имени Гайдара. Да, когда не знаешь, что делать, то, так сказать, вспомни... Или это один из гостей сказал? Это один из гостей сказал? Да, ну совершенно правильно, когда не знаешь, что делать, обращайся к закону, вспомнишь, что по закону. Ну и что, что больше вокруг девочек в хиджабах? Есть закон, вот, все соблюдают один и тот же закон, в данном случае закон нашей школы. Вот, мы живем и приходим вот в это вот состояние. Последний вопрос, Ирина, ну, Москве не грозит превращение, вот, у нас постоянно ссылаются на ужасы Парижа, ужасы Лондонистана, превращение в такие наборы мусульманских гетто. Вы знаете, я вот сейчас ехала сюда в метро, с одной стороны от меня сидела девушка в хиджабе и читала какой-то учебник, то ли по-арабскому, то самое, а с другой стороны сидела девушка европейского вида и читала Скотта Фитджеральда. Я думаю, что вот сейчас наш город, это вот примерно такая смесь, и, в общем, я не... Это данность. Нам с этим жить, и нам нужно находить, как с этим жить. Спасибо. Это прекрасное завершение нашей передачи. Напомню, что это была программа «Археология Форбса». Ильмар Муртазаев, замглавного редактора Форбс, я ваш археолог Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи. Продолжение следует...